Джо Байден назвал свою президентскую программу «Строить лучше», но вместо того, чтобы восстанавливать Америку, ему пока удалось только улучшить Талибан с помощью миллиардов, вложенных через американское оружие, финансируемое американскими налогоплательщиками. Они теперь находятся в руках Талибана. Талибан также использует это оборудование, чтобы подавить последнюю часть антиталибского сопротивления в стране. И оборудование каким-то образом попадает в руки Ирана, главного противника Америки в регионе. Иранский канал «Телеграм» недавно опубликовал изображение военной техники США в Иране, сообщает BBC. По данным британской «Таймс», в число транспортных средств входили американские танки, МРП или легкие бронированные машины с защитой от мин и засад, устойчивые к взрывам придорожных бомб. Согласно отчету Счетной палаты правительства, опубликованному 27 января 2021 года, США потратили почти 84 миллиарда долларов на обучение, оснащение и иное строительство афганских сил безопасности в период с 2002 по 2018 год. США также передали предыдущему афганскому правительству не менее десяти военных объектов стоимостью миллиарда долларов, которые теперь также находятся в руках талибов. Аэропорт «Баграм», переданный ныне несуществующему Министерству обороны Афганистана 1 июля 2021 года, был оценен в 565 миллионов 840 тысяч 912 долларов, по данным Сигар. Урукс, блока военной техники, попытался провести учет всей военной техники США, которая, как известно, была захвачена талибами. Талибы захватили не менее 12 танков, 51 боевую бронированную машину, 61 артиллерию, минометы, 8 зенитных орудий и 1980 военных грузовиков, автомобилей и джипов. Там же винтокрылые самолеты, включая легкий штурмовик А-29 Супер Тукана, Цесна 208, транспортные вертолеты UH-60, ударные вертолеты, беспилотники. Этот список даже не включает стрелковое оружие, в том числе винтовки М4, М16, снайперские винтовки М24, пулеметы М2 50-го калибра, а также не включает боеприпасы, оборудование, связи, очки ночного видения или биометрические устройства, используемые для идентификации афганцев, оказавших помощь американцам. Пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки заняла оборонительную позицию, когда 30 августа ее спросили о выходе из Талибана с военной техникой. «Конечно, нашей целью было не оставить военное оборудование там. Но это не всегда вариант, когда вы хотите уйти», — сказала она на брифинге. Однако демократы сопротивлялись попыткам республиканцев выяснить, сколько оборудования вообще осталось для талибов. Член Палаты представителей Нэнси Мейс предложила поправку во время деловой встречи Комитета по надзору Палаты представителей, которая попросит генерального инспектора Пентагона выяснить, какое и сколько военного оборудования было захвачено талибами. «Талибан сейчас вооружен значительными ресурсами, техниками, вооружением, артиллерией, вертолетами, дронами, оружием, боеприпасами и все из Соединенных Штатов».